Я держусь, я боец. Раиса Алексеевна, по поручению главы, разрешите вас поздравить. Раиса Алексеевна, по поручению главы, разрешите вас поздравить. Да, 74-й годовщины, раздума немцев в Курской битве. Я знаю, что вы уже... Не забываю. Для Раисы Алексеевны летние хлопоты по хозяйству тоже помеха. Отнимают немало сил. Но в свои почтенные годы она находит время и на активную общественную жизнь. Не привыкла отстраняться от главных тем времени. По секрету призналась, что до поздней ночи смотрит политические дебаты по телевидению. Сегодня они опять наполнены знакомой со времен ее юности предвоенной риторикой. Поэтому опыт ее поколения, вступившего в войну со школьной и студенческой скамьи, особенно важен. Раиса Алексеевна помнит до деталей то время те настроения, те мысли, которыми жила она и ее сверстники. Я иду в военкомат и говорю, я хочу на фронт. Шли бои не на живот, а на смерть. Шли составы товарные, пассажирские, заполненные ранеными бойцами. Первокурсница медицинского института Раиса Рязанова, конечно, понимала, что она еще не вполне врач. Но оставаться вне передовой не могла. Это лето было. На траве располагали эти засилки. Врачи, мы, конечно, еще далеко не врачи, значит, осматривали, перевязывали. Команда была под... стягиваться к Курскому направлению. И вот мы оказываемся под Прохоровкой. В той самой яростной танковой схватке в истории, когда, кажется, человек не мог выжить в водовороте огня и металла, юные медсестры успевали вытаскивать из пламени таких же юных танкистов. Полевой госпиталь был вдали от места сражения. Слышался эти ляскы, все. И туда на плащ-палатках подтягивали раненых. Оказывали первую медицинскую помощь. В том числе и я участвую. Там же, на Курской дуге, я поняла, что мы победили. Сколько же может вместить один день в жизни, тем более, если он выпадает на столь огромное историческое событие? Для Раисы Алексеевны он стал определяющим. И для всей нашей страны тоже. Сергей Берзин, Константин Бондаренко, информационная программа «День». Продолжение следует...